В России не так много природных мест, где комфортно могут отдохнуть люди с инвалидностью. А на турбазе Уральское у озера Тургаяк не только готовы принимать людей на колясках, но и придумывают для них разные активности. На базе в приоритете это настоящая русская баня, потому что русская баня несет неоценимый вклад в выздоровление организма, тем более если люди в ДЦП. 8 лет назад при строительстве турбазы Сергей Власов сразу знал, что она будет доступна для людей с ограниченными возможностями. На это его вдохновили друзья-колясочники. Сейчас мы стремимся технические возможности больше сделать со своей стороны, материальную техническую базу делаем, потому что, если честно, да, желающие уже есть больше даже, чем мы можем комфортабельно это все принять. Поэтому работаем над благоприятными условиями для расширения еще территории. Технические возможности турбазы увеличились в том числе благодаря знакомству с Алексеем Рогозниковым, который хотел заниматься развитием инклюзивного туризма, поэтому стал другом и партнером Сергея. Люблю выезжать на природу, в походы ездить. Когда появилась у меня машина, я стал сам ездить и стал других людей с инвалидностью вывозить. Со временем была такая мечта, чтобы можно было ездить в горы, туда, куда мы дойти не можем, любоваться красотой природы. Сначала это была мечта-мечта, потом в какой-то момент времени пришло сознание, что в принципе все реально. Мечта превратилась в проект «Туризм без ограничений». В этом году Алексей выиграл три гранта и купил электротранспорт, который позволяет людям с инвалидностью совершать туристические походы. Деятельность Алексея поддерживает жена Натальи и четверо их детей. Они часто отдыхают на турбазе всей семьей. И всех друзей мы приглашаем тоже сюда, чтобы здесь провести время, потому что обычно это является таким препятствием. То есть друзья находят удобное место им, и при этом мне там находиться невозможно. А здесь я точно знаю, что понравится и мне, и им. У всех отдыхающих турбазы есть возможность активно провести время, прокатиться на хендбайках и сап-досках, посетить русскую баню и позаниматься верховой ездой. «У меня еще такая жизненная позиция, что физическая нагрузка нужна людям, но заниматься чисто ЛФК никому не интересно. А вот с помощью такой экстремальной техники, я называю ее экстремальной, потому что те же сап-доски, велосипеды, какой-то риск есть, экстрим. Вот с помощью таких вот занятий, поездок, кому интересно, мы получаем ту же самую физическую нагрузку». Многие люди не задумываются о создании доступности среды или просто считают, что это сложная задача. Но на примере Сергея и Алексея мы поняли, что главное — это желание.